наши кебабики посмотрите какие они красивые и так всем по вас приветствую вас на моем канале сегодня я делаю такое я делаю на ужин мы будем ужинать но это не обязательно ужин это как бы говорить и фастфуд такой и все остальное на улице сегодня буду делать кебаб но кебаби сегодня буду делать из того что есть я не буду специально мясо готовить и не буду там специально какие-то там соусы там варить жарить все делать я горца что имею то и положим но будет вкусненький кебаб и так первым делом что я беру луковица режу пополам я возьму полу лука так и лук режу полукольцами знаете мусульманская еда много в пряностей на поэтому как бы и нас надо брать такие как говорится южные на такие уроки мускатный орех кумин там тумерик это крукума там паприка чили чеснок ну это южная страна понимаете тут это юг этот пряностей на лук покладу немножко сахара потому что я лук буду мариновать так сблизни перемешаем чтоб нас лук мариновался сюда же на лук положу томат я его режу тоже на полукольца порежу у меня такой вот сливовый томат он как бы идут любые томаты наши тоже можно чарик если имеете у меня эти томатики есть вот тоже режу полукольцами и к луку тоже пускай помаринуется это у нас маринуется замешиваем пускай томат немножко сок пусть мы потом сок как говорится оставим не такие мокрые кебабы будут ну вот это основные овощи следующий такой очень важный шаг есть в кебабах соус сегодня соус не буду мудрить хитрить сегодня соус сделаю самый примитивный кефирный майонез над чесноком значит от того сколько вас там будут кушающих берем майонеза я беру 4 5 ложек примерно столько же надо кефира на глаз набьем или 50 миллилитров где-то так вот кефира выдавливаем пару зубчиков чеснока можно целиком бросить чеснок но он может она не смогу с такими кусками будет болтаться на большей сливы такой сливности беру сурок сырок плавленый половину плавленого сырка вот так куркумы беру треть чайной ложечки треть чайной ложечки копченой паприки беру траву у меня мороженое свежее замороженное если у вас нету можете сухие брать но сюда подходит значит у меня тут базилик калиандр укроп и петрушечка все замороженное вот достала тоже по щепотке берем потому что он как бы не ведро же делаем мы же делаем на 2 кебаба солим перчим и перемаливаем и так смололи сейчас пробуем на соль перец вкусно все оставляем настаиваться тоже равном с помидорами и луком а мы тем временем приступаем к мясу мясо у меня индейка запеченная это мусульманская еда на эти надо и мясо брать соответственно который соответствует мусульманам они же не кушайте не так говядина баранина курятина там вот такой и здесь индейские ноги запеченные вот поэтому и тут осталось такая уже знаете кусок мяса осталось уже не сюда это не вдвоем кушать ни одному вот как бы на какой салатик все нас идея пришла кебаб сделать и вот я отделяю этот коз мясо от кости мясо надо как бы настрогать не идет особо но так вот как биться кубиками нарезать там соломками мясо значит так вот и режем вот такими пластами да вот вот так вот чтобы оно было такими знаете пластами как кебаб делал них там этот кебаб так вот мясо жарится да вот так вот или такими электрическим нужно нарезается поэтому у нас таких возможностей нет мясо здесь тоже надо специально запекать если у вас нет запеченного у меня она тут такое пряное с чесночком с горчицей но есть ссылочка вот на мясо как и запекала эту индейскую мясо так мясо порезали что нам еще надо значит на кебаб мы еще используем салат вот у меня есть другой пченочек остался от салата листья кебала и вот такая побольше головка будем ложить листья по пару листов положим вот на каждый кебаб этот вот кебаб этот салатик я порежу у нас салат еще я использую огурец вот очистил огурец и его я тоже порежу соломкой но как бы вот и все мы приготовили как говорится вот и все вот и все скручиваем вот мое рабочее поле лист фольги без разницы какой стороной наверх кладем лаваши у нас лаваши как таких натуральных нет я беру всегда либанский хлеб он с одной стороны такой вот как бы спряносим а с другой стороны он такой вот кладем значит так спираль кладем салатик два листика немножко порезанного салатика не боимся всегда солить мясо кладем мясо соленое готовое острое сейчас на мясо поливаю обильно соус кладу наш здесь а сыр его загустил и он вот у нас уже не растекается все сюда же кладем берем без сока без ничего помидоры они у нас маринованные с солью с перцем вот помидоры с луком выкладываем и огурец порезанный соломкой выкладываем если у вас есть маринованный сюда пойдет маринованный тоже очень вкусно и сворачиваем значит загибаем с этой стороны так загибаю сюда вот это край низко говорю чтобы не вытекало ничего и вот нас скрутили кебаб смотрите ком красивенький там вот видите и теперь заворачиваем в фольгу теперь как есть у нас один бок вот так вот да так вот прожимаем кебаб чтобы он как бы был бы такой сплюснутый да вот так вот сплюснутый вот есть этот конец где он загибался так вот как бы у нас есть верх и низ этот край там мясо эти выводы пропорляем и закручиваем и кладем да я на гриль кладу если у вас гриля нет на сковороде теперь если будет будет на сковороде запекать не обязательно фольгу но видите как у меня лаваши маленькие так мне по-другому не выходит кладем на сухую сковороду немножко на тина нажимаем и запекаем минут пять семь десять зависит от того как это какой величины с одной стороны переворачиваем с другой стороны я как на гриле у меня сразу обеих сторон будет запекаться я пеку десять минут итак прошло 10 минут смотрим что получилось выключаю это мужа кебаб горячие такие вот мой кебаб как же я их кушаю значит вот этот конец у нас просто закручены на вот так вот и полю вот так вот срываю кусочком открываю кебаб а запах этих пряностей чеснока о боже видите красота какая внутри и так как же эту доброту кушать да вот я показала как я сматываю беру салфетку бумажное полотенце снизу так прикрываю руки чтобы удобно было держать фольгу уже показа как сама и кушаем пробуем все пряностям а мясо солененькое а лучок хрустящим овощи хрустят сладко и нашу так пожегте а мясо а соус такой знаете кефиром майонезом такие пряностями о боже о боже как вкусно так долго вас не будут мушать своим поеданием делайте как я делайте лучше меня учитесь на моих ошибках ставьте лайки пишите комментарии всех до новых встреч всем пока пока